Афиняне Бог есть деятельность. И деятельность Его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что Бог есть вечное, наилучшее живое существо. Так что Ему присущи жизнь и непрерывное вечное существование. И именно это есть Бог. Аристотель. Метафизика. Афинская школа Арфаэля Один указывает перстом вверх, а другой, то есть Аристотель, прочерчивает горизонт. А Вяенцев считал, что это вертикаль и горизонталь, которые слагают крест. Аристотель. Сын Никамаха и Фестиды. Родился в первом году 99-й Олимпиады. Самый преданный из учеников Платона. Был шепелев в разговоре, ноги имел худые, а глаза маленькие. Но отличался одеждою, перстнями и прической. Был в высшей степени трудолюбив и изобретателем. Известный весьма удачный его изречений. Об учении он говорил, корни его горьки, но плоды сладкие. Его попрекали за то, что он подавал милостыню человеку дурного нрава. Он ответил, я подаю не нраву, а человеку. Когда ему передали, что кто-то бронит его заочно, он ответил, заочно, пусть он хоть бьет меня. Диоген Лаерцкий. Аристотель родился в 384 году до н.э. и умер в 322 году. Это четвертый век, век расцвета классической еще античной философии. И он любимый ученик Платона. Однако вот эти годы начинают другую эпоху. Начинается кризис полисно-демократической системы. Она во многом исчерпывает себя. Она превращается в власть толпы, произвол демагогов, как это тогда называли. И с некоторой усталостью Греция смотрит на македонского соседа, на сильную царскую власть. Начинается понемногу проникновение влияния Македонии на Грецию, а потом подчинение. Аристотель не просто приехал из Македонии. Он воспитатель Александра Македонского, а греческая система обучения, да и македонская тоже, это не фарширование информации, а это создание личности какой. Уже здесь заложена драма будущей Аристотелем. Для тех, кто питает отвращение к Аристотелю и ненавидит Александра, считая его империалистом, их связь кажется или неудачной, почти катастрофической, или недостойной никакого внимания, так как кажется, что Александр ничему не научился. Скорее всего, он воспринимал Аристотеля как старца схоластика со странностями, которого назначил ему учителя отец, и от которого нужно было избавиться в самые кратчайшие сроки. Напротив, все те, кто почитают Александра и уважают Аристотеля, считают их отношения своеобразным катализатором. У Платона, как вы помните, философы, цари-философы, они одновременно и теоретики, и практики. Они познают, благодаря вот этой божественной дисциплине, диалектике, они познают идею блага, и потом они же притворяют ее в жизнь. По Аристотелю, некто, кто может быть блестящим теоретиком, может быть абсолютно бездарным в сфере практики. И наоборот, в качестве образца таких вот мудрецов, теоретических, он называет раннегреческих философов, например, Фалеса, который изучал звезды и свалился в колодец. И его поднимает на смех служанка Фракинка и говорит, что «Эх, ты, Фалес, ты хочешь знать то, что на небе, но не видишь того, что у тебя под ногами». Это опять же вот такая притча о рассеянном профессоре, о человеке, который знает много удивительного и невероятного, абсолютно беспомощен в практической жизни. Образец политика для Аристотеля, например, это Перикл, великие государственные деятели, которые, конечно, не были ни философами, ни учеными, но они обладали вот этим невероятным талантом, умением принимать правильные решения. Филипп видел, что Александр от природы упрям, а когда рассердится, то не уступает никакому насилию. Зато разумным словом его легко можно склонить к принятию правильного решения. Как говорит Сафокол, кормила нужно тут и твердая узда. Поэтому царь призвал Аристотеля, а за обучение заплатил ему прекрасным и достойным способом. Филипп восстановил им же самим разрушенный город Стагиру, откуда Аристотель был родом, и возвратил туда бежавших или находившихся в рабстве граждан. Плутар. Отец философа, Никомах, был личным врачом македонского целя. Это означает, что он должен был быть очень известным доктором и ученым. Никомах писал книги не только по медицине, но и книгу по физике. Их тесные отношения с Филиппом, безусловно, способствовали хорошему знанию Аристотелем македонского двора, и потом его вызову в качестве наставника Александра Великого. Медик придворный – это чин высокий, это человек образованный, знатный, богатый. И, кроме того, это потомки Асклепия, как правило, то есть люди причастные божественному роду. Аристотель воспользовался возможностями рождения. Он получил великолепное образование. Он имел материальные возможности учиться там, где он хотел. И в 17 лет поступил в Академию Платона, где 20 лет учился и довольно быстро стал коллегой Платона, и не только любимым учеником. Согласно источникам, Платон настолько восхищался своим учеником, что дал ему ласковое прозвище «Нус», то есть «ум», «разум». После смерти учителя Аристотель ушел из Академии и уехал из Афин. Призыв Филиппа II к воспитанию Александра застал его на одном из северных островов Эгейского моря, где он занимался изысканиями в области ботаники и зоологии. Наследнику престола было тогда около 13. Аристотель преподавал ему 4 года, до тех пор, пока его воспитанник не был объявлен совершеннолетним и не стал управлять государством. Между прочим, он приготовил для Александра даже специальное издание «Илиады». Отредактировал текст гомеровский для Александра, который якобы потом никогда с ней не расставался. И даже в походах он брал ее с собой, этот свиток, и это называлось «Илиадой из шкатулки». Когда Аристотель рассудил, что уже достаточно времени провел с Александром, то вернулся в Афины. И, увидев, как пишет Диоген, над Академией нового человека, предпочел прохаживаться взад и вперед с учениками в Ликее и беседовать с ними о философии, пока не наступал час натираться маслом. За эти прогулки их и прозвали «перипатетиками». А по другим известиям – от того, что Аристотель вел некоторые беседы, сопровождая Александра, прогуливающегося после болезни. Поскольку Аристотель не был гражданином Афин, он не мог иметь собственности, поэтому он вынужден был прогуливаться с учениками по галерее лицея. Галерея по-гречески «перипатус», отсюда и «перипатетики». Если ранние работы Аристотеля предназначались для широкой публики, то с этого момента его тексты становятся в каком-то смысле эзотерическими, предназначенными только для подготовленной аудитории, для школ. Он пишет учебники. Вот здесь Аристотель проявился как естествоиспытатель. Действительно, он был сын врача, сам врач. И если Платона больше интересовали все-таки идеальные объекты – числа, фигуры, звезды, души и духи, то Аристотель интересует живая материя. Он один из величайших биологов древности. Причем импирик он описывает, исследует, анализирует. Аристотель – первый философ в истории, который собирает материал по итогам опыта. Он проводит исследования, разбивает свою работу по главам. Как и Платон, он излагает свои взгляды весьма простым языком. Еще когда Аристотель был членом Платоновской академии, то Платон, как раз прогуливаясь со своими учениками, говорил так не без иронии. Пошли к дому читателя. Дом читателя – это был дом Аристотеля, что Аристотель там в академии был свой домик. Конечно, это было необычно. Кроме того, анагностом, читателем обычно в это время был раб. Как правило, читали вслух, и для этого были соответствующие рабы. Аристотель читал сам. Платон говорил еще об этом иронически, потому что он во многом принадлежал еще к более старой, вот такой культуре устного диалога, а вовсе не копание в источниках, сводах и документах. Аристотель был первый, может быть, первый профессор. Лицей не являлся школой в современном понимании. Здесь не выдавались дипломы, и не было обычного процесса обучения, не было стипендий, и не существовало бесплатного обучения. Тем не менее, Аристотель столь щедро делился полученными знаниями, что его учебное заведение быстро завоевало слушателей. Находясь уже в Азии, сообщает Плутар, Александр узнал, что Аристотель некоторые из таемых глубоких учений обнародовал в книгах и написал ему откровенное письмо в защиту философии, текст которого гласит «Александр Аристотелю желает благополучия. Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные для устного преподавания. Чем же мы будем отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах». Аристотель ответил интересным образом. Он сказал, да, по содержанию это вот то же самое, но ведь чтобы это понять, нужно, чтобы учитель помог это понять. Поэтому это просто информация, они все равно не понимают, что с этим делать. Но это значит, что Аристотель по-прежнему, как и первые досократики, первые философы, понимает знания как особое событие, которое происходит в момент общения с учеником. И то, что мы это запишем, например, в виде текста, это не гарантирует передачи знаний. Александр считал своим долгом не только воевать, но и исследовать те земли, которые он проходил. Поэтому он с собой вез походную академию наук и активно переписывался с Аристотелем. По просьбе Аристотеля Александр во время своего восточного похода он отдавал приказание собирать такие редкие образцы животных, птицы, диковины, какие-то загморские. Все это присылалось в школу Аристотеля, так что похоже, что там был один из первых таких музеев естественной истории. В школе Аристотеля был составлен огромный свод, такой эмпирический свод, описание 157 государственных устройств, городов-государств, не только греческих, но даже варварских, была карфагенская политея. Некоторые исследователи пытались даже потом найти следы какого-то влияния политической философии Аристотеля на колонизационную политическую практику Александра. Александра, которая основала огромное количество полисов во время своего восточного похода, и все эти полисы, конечно, должны были иметь какие-то конституции. По Аристотелю человек является творцом. Он создает дружбу, различные предметы, основывает города. Все это он делает с определенной целью, и этой окончательной целью является блаженство. Если представить себе все предметы и действия, совершаемые нами в виде пирамиды, то блаженство будет ее вершиной, солнцем, которое освещает каждое наше действие. Но понятие блаженства по Аристотелю не должно смешиваться с понятием счастья. Блаженство является более сложным состоянием. Пребывая в нем, человек может двигаться вперед, может в нем жить, а счастье есть нечто кратковременное. Иллюзий у Аристотеля нет насчет этого мира. Он говорит, что добродетель больше нигде существовать не может. Она здесь именно как восстановление, так сказать, морального космоса в хаосе обстоятельств. Аристотель, когда объясняет устройство общества, говорит, что как в мире есть как бы единый бог, так в обществе должно быть единый центр власти. Покровительствовали философам Дельфа, то есть такой проспартанский настроенный центр, который вообще плел постоянно какие-то заговоры антидемократические. Демократия недолюблила философов. В принципе, это нормально, потому что мыслитель должен быть в оппозиции всегда. Вот такая основная масса орет одно, нужно немножко, так сказать, уравновесить, спасти аристократическое начало. Может быть, такой ненависти, как у Гераклита к согражданам у него не было, но с кем имеет дело он? То есть с уже загипнотизированной толпой, демагогами загипнотизированной. Это все философы понимали. Но и они понимали, что с другой стороны, да, но это толпа народ. Конечно, власть должна быть у наилучших и у разумных, но слушаться-то надо голоса большинства выбора. Скажем, человек не может быть архитектором в своем доме, он не специалист. Но архитектором его заказывает. Вот это замечательный образ у Аристотеля. И даже в смысле рабства. У Аристотеля такая жесткая идея, между прочим, о том, что если человек раб, то он и есть раб. Свободный человек умрет в борьбе за свободу. А кого это устраивает? Ну, так он раб по природе. Чего его жалят? Ну, очень в этом смысле жестко. Но! И он же говорит, что как бы и так, и не так. Потому что у человека есть свобода все-таки. И вот здесь, даже если он сам себя делает рабом, все-таки это неправильно. В начале Александр восхищался Аристотелем. И по его собственным словам, любил учителя не меньше, чем отца. Говоря, что Филиппу он обязан тем, что живет, а Аристотелю тем, что живет достойно. Впоследствии царь стал относиться к Аристотелю с подозрительностью, но не настолько большой, чтобы причинить ему какой-либо вред. Но уже само ослабление его любви и привязанности к философу было свидетельством отчуждения. В конце жизни Александра отношения мочились между ним и Аристотелем, видимо, потому что Александр совсем уж там неадекватен. То ли он от страха заговора стал действовать как настоящий злодей-тиран, то ли он был не совсем как бы в себе, но начинается вот такое преследование ближайшего круга. И в том числе погиб родственник Аристотеля в результате репрессии. Есть версия, что Аристотель решил остановить своего сорвавшегося, так сказать, изорвавшегося ученика, и, может быть, он участвовал в заговоре, в результате которого Александр был отравлен. Одна из версий. Не очень достоверная, но и ничего невозможного в ней нет. Когда умер Александр, в Афинах начались столкновения между реформаторами и консерваторами, то есть между демократами и сторонниками царской власти. И Аристотеля осудили за непочтение к богам. Подобные обвинения в атеизме были весьма распространены в то время и в основном использовались в политических целях. Таким способом было удобно проводить расправу над политическими противниками. В 322 году Аристотель просто бежит. Тут тоже ему приписывается такое остроумное замечание. Он сказал, что он уезжает, потому что он не хочет дать Афининам возможность согрешить против философии еще один раз, имея в виду казнь Сократа. Он не стал дожидаться и уехал себе спокойненько в имение матери в Халкиду, на Евбее, где через 12 месяцев умер. Как пишет Диоген Лаэрдский, Аристотель 13 лет возглавлял школу в Афинах, пока ему не пришлось бежать в Халкиду от того, что он был привлечен к суду за один гимн. Там он и умер от болезни 63 лет от роду. Гимн его имеет такой вид. Добродетель, многотруднейшая для смертного рода, краснейшая добыча жизни людской, за девственную твою красоту и умереть, и труды принять мощные и неутомимые завиднейшей жребий в Эладе. Такою силой наполняешь ты наши души, силой бессмертной, властнее злата, властнее предков, властнее сна, умягчающего взор. Аристотель верил в посмертное существование души. Слово верил может быть некорректно, потому что есть вещи, о которых он знал, и он об этом сказал. То же, во что он верил, он, наверное, нам не очень говорил. Какие-то отблески есть этой мысли в ранних диалогах аристотелевских. Там говорится о страдании души, которая в мире находится. Жизнь называется довольно страшно этрусской пыткой. Этрусская пытка – это когда пираты, знаменитые этруски, привязывали живого человека к трупу, бросали и уходили. Но историк говорит, это и есть жизнь, распадающееся тело и душа, которая попала не в свой мир. В этой работе Аристотель использует фундаментальный тезис Платона, высказанный им в диалоге Фидон, где Платон говорит о бессмертии души. Аристотель двигается приблизительно в том же самом направлении, что и его наставник, защищая тезис, противоположный тому, что душа – это просто гармония частей. Однако в том, что касается смертности и бессмертия души, начинаются небольшие расхождения, и Аристотель начинает завоевывать маленькую автономию от идей учителя. Не вся душа смертна, но для Аристотеля смертна только одна часть души, в особом смысле приземленная душа, рациональная. Мышление пользуется всей чувственностью как материалом, значит, само оно, другое. Поэтому Аристотель выдвигает простую мысль о том, что в той мере, в какой мы уже сейчас при жизни независимы от наших функций, чисто физиологических и низших психических, мы причастны к другому миру. Мы не можем его потерять после распада тела, потому что мы уже ему причастны. Значит, осторожно говорит этот скептик Аристотель о том, что нет оснований считать некоторые части души смертными. Ну, из этого следует, что, в общем, душа, причем лучшие свои части, она бессмертна. Как она будет существовать после смерти Платона? Здесь нам набрасывают несколько красивых мифов, а вот Аристотель молчит. Но надо сказать, что здесь он в чем-то ближе к христианской традиции, потому что на самом-то деле мы не только в Священном Писании, но даже и у Отца Церкви не очень много найдем описаний по смертной жизни. Скорее, речь идет о пути спасения, но о том, что там будет, здесь христианство осторожно молчит обычно. Поэтому Отцы Церкви, наверное, не видели никаких здесь противоречий между тем, что говорит Аристотель, о здешних возможностях и тамошнем, так сказать, осуществлении. Виновником всяких благ является Бог, но одних через прямое водительство, например, в качестве непосредственного виновника Ветхого и Нового Заветов. Иных же благ, например, философии, в некотором вторичном смысле. И, быть может, философия, прежде чем Господь призовет Эллинов к себе, была дана им до времени с той же целью, с какой евреем Писание. Климент Александрийский Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok